Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим вот на такой стик М33. Вот так он выглядит. Распаковку я добавлю, наверное, позже чуть. С геймпадами, которые внешне напоминают геймпады PlayStation 3, но при этом являются достаточно погремушечными. То есть они звенят, скрипят и, к сожалению, иногда подлагивают. Но опять же, выводы будут чуть позже. Я мало запускал игр, поэтому настоятельно рекомендую вам посмотреть обзор Виталика Ледянова, где игр было больше. Посмотреть стрим Виталика, либо посмотреть мой стрим, где мы играли с этого стика совсем недавно. Стримы, к сожалению, на ВКПЛЕЙ, но ссылки будут в описании. Там нет тайм-кода, просто можете так вот полистать, посмотреть, может что-то интересное для себя найдете. Также я с радостью отвечу на все ваши комментарии под роликом, на которые смогу. Ну и не будем задерживать, давайте посмотрим распаковку и посмотрим, что же из себя этот стик представляет. Посмотрим на наш стик. Стандартная коробка, 1080p, перечислены эмуляторы на боковых гранях. Сзади основные разъемы перечислены. Ну, как бы ничего особенного. Открываем. Сразу же идет сам стик. Здесь уже написано 4К. Для геймпадов, для питания, флешка. HDMI. Попробую достать флешку. No name 64 гигабайта. Потом ставим. Дальше сам ресивер для геймпадов. Ну и внизу сами геймпады. Или джойстики, так вам удобнее. Calica PS3. Очень легкие. Погремушечные. Спереди переключения включено-выключено. На задней крышке отсек для батареек. Ах, который я не открою с ими ногтями. И точно такой же второй. Как они отличаются P1, P2 я не знаю. Видимо тот, который подключили первым будет P1. Тот, который подключили вторым будет P2. Также в коробке удлинитель HDMI для более удобного подключения. И питания USB Type-C. Отдельного внимания заслуживает инструкция. Которая представлена на нескольких языках. И представляет по сути собой поток создания. Посмотрим подробнее на стик. После загрузки нас встречает стандартное меню. Список систем. Нажимаем, открываем. Получаем список игр. Заставок нет, поскольку я поменял ромсет. Это мои ромы, которые я не подкачивал. Из приятного. Можно создавать подпапки. В папках с системами, чтобы сортировать свои ромы отдельно. Те системы, до которых я не успела дотянуться. Например, вот подборка по Super Mario. Здесь есть картинки, все как положено. Давайте посмотрим на настройки. Настройка вызывается нажатием клавиши Start. Не клавиши, а кнопки. Основное, что я поменял для себя и что рекомендую сделать вам. EmuElec. Здесь вы можете поставить свое разрешение, своего экрана. По умолчанию это 720p 60 Гц. А дальше, что вы сделаете. Включите или выключите, если вам не нравится, стартовое видео, которое при включении. Оно, если честно, надоедливое, поэтому я рекомендую вам его выключить. Здесь вы можете поменять RetroArch меню. Если вы привыкли к классическому RetroArch, выбирайте Ozone. Если вы привыкли к RetroArch, который имеет тему как на Sony, то есть Cross Media Bar, выбирайте XMB. Здесь же можно включить FPS. Я включу, чтобы нам было нагляднее, что и как нас показывает. Игровые настройки. Вот здесь вы ставите соотношение сторон. Если у вас широкоформатный экран, и вы хотите, чтобы не растягивалась картинка, поставьте то соотношение, которое сочтается нужным. Там много разных вариантов есть, подбирайте под себя. Я поставил 5х4. Также по умолчанию было включено сглаживание картинки. Я его выключил. Ну, не люблю я сглаживание. Здесь же можно посмотреть на шейдеры. Если кому интересно, то предустановлены вот такие шейдеры. Я пролистаю. Я не использую шейдеры. Единственное из всего списка, что кажется мне знакомым, и что я когда-либо использовал. Это самый первый шейдер. Сейчас мы к нему вернемся. Я же просто все пролистаю, чтобы вы могли посмотреть. Достаточно много их. Шейдер КРТ, The Fast КРТ. Это легкий скайлайн, и одно время я с ним играл, но потом отказался от этого. Здесь же, хороший пункт меню, дополнительные настройки системы. Вы можете настроить отдельно эмуляторы. Большинство из них, наверное, почти все, за исключением PlayStation Portable, базируются на RetroArch. И здесь, как минимум, вы можете указать, какой вы хотите использовать эмулятор, какое ядро RetroArch для той или иной системы. Здесь я ничего не менял, за исключением ядра для Nintendo 64. На Nintendo 64, где же оно? Nintendo 64 лучше всего показывает ядро себя, параллель N64. Вот его укажите. Настройки ретро-достижений. Поскольку нет здесь Wi-Fi, поэтому нам не подойдет. Но, вот Кагабальский, наш активный член комьюнити, нашел способ. Он подключает USB-хаб вместо геймпада. И в USB-хаб можно подключить и геймпад, и Wi-Fi-свисток. И стик находит Wi-Fi-сети, и начинает работать все, что связано с сетью. Например, можно стянуть с сайта картинки для игр. Можно даже попробовать что-то обновить, либо что-то добавить. То есть, технически сюда можно прикрутить Wi-Fi через такой вот танец с бубном. Настройка контроллеров и устройств. К этому пункту мы вернемся попозже. Настройка интерфейса. Можно поменять тему. И вот тоже забавный момент. У меня две темы. Уводки-габальский. Их три. То есть, получается, зависит от ревизии стика. Может быть, по-разному. Настройка коллекции игр. Полезный пункт меню. Можно выключить какие-либо из эмуляторов, чтобы вам... Не эмуляторов, а подборок коллекции, чтобы вам их не показывали, если они вам не нужны. Настройка звука. Настройка сети. Нет сети, но если вы Wi-Fi-стик подключите, должно появиться. И все остальное. Настройки системы. Посмотрим характеристики. Если кого вдруг интересовали. Версия MLK 4.3. Температура 53. Но после стримов, после тестов, температура поднимается порядка 65. Становится градусов. Linux. Amilogic S905M. Опять же, у меня ревизия C. Уводка-габальская. Ревизия B. То есть, отличаются. S905M процессор, который используется в Super Console X. Только там не M, а X. S905X процессор. Этот же процессор в Arcade Box. Используется. Характеристики его легко гуглиться. Если интересно, можете найти и посмотреть. 1,5 ГГц частота 4-х ядерный процессор. 2016 года выпуска. Ну и все остальное вам тоже покажу. Что про управление. Есть маленький нюанс. Управление настроено так, что у вас используется раскладка SNES геймпада. Но по факту, на вашем геймпаде кнопки расположены, как на нормальном геймпаде. Что я имею в виду? Смотрите. То есть, у вас кнопки расположены не так, как нужно. Возможно, вы не видите, вернее, невозможно. А 100% вам не видно на камере. Но если вы сейчас чуть-чуть подождете, я запущу RetroArch. И у RetroArch есть хорошее меню, ядро, выбор. Это Retro, как ремонтпад называется. В главном меню выбираем Load Core. Загрузить ядро. И самое последнее в списке. Remote RetroPad. Здесь вы можете проверить, так ли у вас все настроено и что за что отвечает. Смотрите, я еще раз верну телевизор. И даже если вы не видите кнопки, зато вы видите, где они расположены. Я нажимаю кнопку, которая расположена слева. RetroArch считает, что эта кнопка находится вверху. Нажимаю верхнюю кнопку. То есть, видите, кнопки перепутаны. То есть, я нажимаю кнопку, которая подписана А. Она в SNES находится там, где сейчас загорается в RetroArch. Что это значит? Что в ваших играх управление будет не то. Как от этого избавиться? И как сделать управление правильным? Есть несколько вариантов. Либо перезабить направление так, как есть. То есть, переназначить все кнопки в самом RetroArch. Либо в Эмуэлике. Либо для каждого ядра сделать подстройку, чтобы не менять глобальные настройки. Как это делается? Смотрите. Я нажимаю X кнопку, она вверху. Как мы привыкли? Давайте начнем с этого. Мы привыкли, что вот на эту кнопку в Famicom. Мы начнем с Famicom. На эту кнопку в Famicom обычно кнопка B. Но для системы эта кнопка находится справа. Так? То есть, кнопку B Famicom я должен назначить на правую кнопку в RetroArch. А кнопку A Famicom я должен назначить на нижнюю кнопку RetroArch. Как это сделать? Показываю. Давайте на примере Famicom и посмотрим. Выходим в меню. Тут нам уже телевизор не нужен. Запускаем какую-нибудь игру. Например, Ninja Gaiden нашего любимого. После того, как запустилась игра, заходим в меню RetroArch. Для этого можно нажать на два стика. И у вас открывается меню RetroArch. Для RetroArch есть такое понятие, как настройка управлений для каждого ядра отдельно. Controls. Заходим в Controls. Выбираем порт 1. И вот здесь мы соотносим наш виртуальный геймпад, который мы видели на картинке, с таким же виртуальным геймпадом Famicom. Помним, что мы хотим на нижнюю кнопку назначить B, а RetroArch считал, что оно находится справа. Поэтому, вот видите, белая правая кнопка, тут должна быть кнопка B, а не кнопка A. А на кнопку, которая находится внизу, должна быть кнопка A. То есть, мы с вами поменяли. Я еще раз включу телевизор. Вот эту кнопку RetroArch считает, что она находится справа, и она должна быть кнопкой B. Вот у нас так и выбрана. Правая кнопка, кнопка B. А вот эту кнопку RetroArch считает, что она должна находиться снизу. И тут должна быть кнопка A. Точно так же с двумя верхними. Вот в этой кнопке должно быть Turbo B, но для RetroArch она кнопка вверху. Поэтому тут должно быть Turbo B. А вот эта кнопка должна быть Turbo A. И чтобы потом не делать постоянно этих телодвижений, мы обязательно, возвращаясь на пункт выше, сохраняем переназначение кнопок для ядра. Сохранили. Так? Выходим с RetroArch, с меню. Запустился Ninja Gaiden. Видите, у меня стоит 5 на 4. Уже все хорошо соотношение. И проверяем. Я нажимаю на B, срабатывает правильно. Нажимаю на A, срабатывает правильно. Turbo B, Turbo A тоже работает. Еще раз покажу вместе с телевизором. Как бы это, чтобы Ninja был виден. Нижняя кнопка B, боковая кнопка A. Выше кнопка Turbo B, выше кнопка Turbo A. Вот такой вот некий способ позволит вам настроить систему. Но это нужно сделать для всех ядер. То есть, один раз вы делаете это для Famicom, один раз вы делаете это для Mega Drive и для всех других систем, где вы хотите переназначить управление. Что касается самого геймплея и как оно играется. Со стандартными геймпадами играется, честно сказать, с нюансами. Вот сейчас у меня расстояние между консолью и геймпадом примерно полметра. И все вроде бы ничего. Но тем не менее, бывает иногда потупы. Например, я не смог нажать вот такой плавный прыжок с ударом. Который в Ninja Gaiden очень важен. Либо вот удар вниз, вот частый такой, не всегда срабатывает. Я подключал этот стик к телевизору нормальному. Он висел за телевизором. Расстояние было примерно метра полтора-два до телевизора. И там все еще печальнее. Но, на счастье, можно не использовать стандартные пады. Можно использовать пады либо проводные, либо свисток 8BitDo, Bluetooth, например. И подключать любые другие геймпады. Некоторые из них будут определяться автоматически. Некоторые нужно переназначить. Так, один способ мы посмотрели, каким образом можно переназначить. Второй способ это назначить глобальные. Ой, какая музыка-то! Музыку можно скипнуть. Сейчас мы это и сделаем. Переназначить кнопки глобально. Для этого в меню, в настройке контроллера, выбираем настроить контроллер. И вот тут вы читаете, обязательно, внимательно, что вы собираетесь настроить контроллер. Если на вашем контроллере имеется только один аналоговый стик, настройте его. Если вы хотите пропустить какую-то настройку, просто удерживайте любую кнопку. Если на контроллере отсутствует отдельная горячая кнопка, используйте вместо нее кнопку Select. И это принципиальный, важный момент. Что такое горячая кнопка? С горячей кнопкой проходят все... Сейчас я попробую отсюда выйти. Вот, например, на горячую кнопку я вышел с настроек. С горячей кнопкой проходят все комбинации. Например, если вы запустили что-то в RetroArch, да? Давайте запустим что-нибудь, например, вот это. То, манипулируя горячими кнопками, вы можете вызывать разное меню. На стандартных геймпадах горячей кнопки нет. И это важно. Значит, функции горячей кнопки выполняет кнопка Select. Нажимая Select и X, я получаю меню RetroArch. Нажимая Select и A, я ничего не получаю. Нажимая Select и Y, нажимая Select и B, я получаю Reset. Так? То есть, тут по идее Save State, Load State должны быть еще реализованы, да? Но поскольку я переназначил, то, возможно, что-то по-другому работает. То есть, можно не два стика нажимать, а с горячей кнопкой. Например, Select и Start два раза нажатый. Это выход в меню AmoElec. Почему важно наличие горячей кнопки? Дело в том, что в некоторых эмуляторах, например, в PlayStation Portable, это эмулятор, который не использует RetroArch, а использует отдельный эмулятор. С помощью горячей кнопки вы можете зайти в меню настроек этого эмулятора. И сделать это со стандартного геймпада невозможно. Возможно, это только подключив какой-то сторонний геймпад. Например, мы подключали геймпад через свисток от Xbox 360, и там, нажимая на кнопку логотипа Xbox, вы можете зайти в меню и все настроить. Почему это важно? Дело в том, что по умолчанию эмулятор PlayStation Portable использует AppScale в 2X. И некоторые игры с этим AppScale тормозят. И чтобы вернуть, убрать апскейл и вернуть оригинальное разрешение, вам нужно зайти в меню, в которое вы не сможете зайти, поскольку у вас вот этот вот геймпад. И даже если вы перенастроите управление на стандартном геймпаде еще раз и укажете что-то отдельно на горячую кнопку, у нас это не получалось. Но давайте еще раз вместе с вами попробуем это сделать, чтобы убедиться. У меня стоит оригинальное разрешение в PlayStation Portable в данный момент. Вы видите FPS, FPS 30. В большинстве своем будет, никаких просадок наблюдаться не будет. Но GTA Vice City идет и с апскейлом нормально. Но как это сделать? Я не знаю, поскольку нажимаю на кнопку Select, которая в игре тоже используется. То есть, понимаете, функции горячей кнопки и Select должны быть разнесены на разные кнопки. А иначе у вас ничего не получится. Посмотрим, как идет GTA. GTA залучена на 30 FPS по умолчанию на PSP. Немножко покатаюсь. Чтобы какие-то игры были в обзоре, а не только обзор настроек. Я ставлю под записью ссылку на мой стрим, на стрим Виталика Ледянова, на обзор Виталика Ледянова, где он больше игр запускал. У нас, скажем так, обзор больше по возможностям и настройкам. То есть, видите, местами есть просадки. Просела даже на 1х на 20 FPS. Но консоль быстро подгружает, что она там хочет. И все нормально. Вполне играбельно, скажем так. PlayStation Portable. Мы запускали на стриме God of War. Там, конечно, меньше играбельно. Там 15 FPS с просадками до 10 и сжуть. Я думаю, если я пойду куда-где больше тусуются автомобилей, людей и, скажем так, то просадки FPS будут ощущаться еще больше, чем то, что мы видим сейчас. Выходим. Кстати, сочетание Start Select работает и выводит нас назад в стандартное меню. Давайте посмотрим на PlayStation. Меня просили, вернее, упрекали в том, что я не запускал тяжелые игры на PlayStation на Малинке. И, как пример, приводили Gran Turismo 2. Давайте запустим на этом стике Gran Turismo 2. Она должна работать нормально, потому что на стриме было все хорошо. Несколько раз. Но, знаете, как снимал Малинку, вообще не запустилась. Флешка умерла, поэтому всякое может быть. Итак, Gran Turismo 2. Запустим, проедем кружочек. Ничего не меняем. Start Game. Все по умолчанию. Флешка сейчас стоит родная. Я вам, кстати, рекомендую, настоятельно рекомендую. Первое, что вы сделаете, когда вы получите этот стик, это сделать дамп с карты памяти. Потому что никогда не знаешь, когда она умрет, а прошивки в открытом доступе нигде нет. Поэтому приготовьте 64 гигабайта на своем жестком диске, чтобы сделать дамп. А потом делать все эксперименты. В случае чего вы просто распакуетесь дампа. Я распаковывался на флешку большего объема. И тоже все прекрасно работает. Там нужно будет, правда, переназначить место немножко. Смотрим, 60 фпс. Все нормально. За эту музыку у нас, скорее всего, забанят. Я уже чувствую. Страйк от ютуба. Я переключу камеру. Мне неудобно, когда машина видна. Я привык, как будто бы я сижу на водительском месте. Ехать. В чем должны быть проблемы с Гран-туризмом? Я не знаю. Возможно, где-то дальше по игре возникнут какие-то проблемы. Ну вот, первую трассу приезжали мы несколько раз. И все всегда было нормально. Возможно, с диском, который Simulation Mode, а не Arcade. Возможно, там какие-то проблемы. Не знаю. Ну, пока выглядит все так, что Гран-туризм работать должна нормально. Если вдруг на ютубе этот фрагмент будет без звука, я титрами напишу, почему так случилось. Но вы знаете, что это из-за того, что мы получили предупреждение за фоновой музыки. Здесь же есть какие-то коллекции разные собранные. Ну, можно, конечно, запускать другие игры. Например, тот же Metal Slug. Он идет хорошо. Все консоли младшие, такие как Nintendo Entertainment System, наша Dendy идет нормально. Идет даже Disk System. То есть все биосы по умолчанию уже закачаны. Вам только нужно в нужные папки закачивать ромы. Я покажу, сколько занимают по умолчанию те ромы, которые были закачаны. Больше всего занимают на PlayStation Part 3. Был там порядка 20 гигабайт. 18 с копейками, если быть точным. То есть флешка на 64 гигабайта у вас забита фактически полностью. Причем, из забавного, есть отдельно папка для NES, есть отдельно папка для Famicom. То есть можно сделать разные настройки, разные игры закачать. Была отдельно папка для Super Famicom и отдельно папка для Super Nintendo. То есть вы можете поудалять ромы из этих папок запросто. То есть тут никаких танцев с бубном, чтобы игра определилась, нету. Вы просто закачиваете свои игры в нужные папки, и они сразу же видны. Причем распаковывать большинство из них не надо. Ну, кроме больших там, где PlayStation, либо еще что-то. Поэтому в плане игр, ну, обычно все нормально. Давайте что-нибудь запустим еще с Nintendo, чтобы вы убедились, что с Nintendo можно запустить. Я, если честно, не очень разбираюсь в играх от Nintendo. Nintendo F-Zero, что ли, да? Вроде бы такая ресурсоемкая игра. Звучит, по крайней мере, ресурсоемко. У Nintendo 64 весьма специфический геймпад, поэтому раскладка, возможно, будет не совсем привычная. Но как это исправить? Вы знаете. Заходите в меню RetroArch, заходите в Controls, заходите в Port 1. Переназначаете так, как вам надо, не забывая, что вот эти кнопки все перепутаны, которые находятся справа, да? И, главное, не забывайте сохранить это переназначение, чтобы не делать это каждый раз при заходе в игру. Ну, я попробую с тем, что есть. Наша задача посмотреть просто на FPS. Окей, окей, так. Подтверждение на кнопку B. Да, я все согласен со всем, давайте уже поедем. Ага, управляется стиком. FPS 60 вроде бы не проседает. Может, тут еще какое-то есть ускорение, либо что-то такое подобное? Я не знаю, поэтому я просто еду. Смотрим за FPS. Наша все внимание сосредоточено на счетчике FPS, а не на том, что происходит на экране. Запускали мы на стриме Зельду, Акарина Офтайм, о, да, Акарина Офтайм она называется, да. 3D, тоже все хорошо. Поэтому, по идее, с Nintendo 64 должно быть все стабильно. Получше, по крайней мере, чем с PSP, где некоторые игры будут идти с вопросиками, скажем так. Ну, проблем нет. Выходим в меню. Попробуем еще что-нибудь запустить. Что-то может быть сложного такого. Надо было, конечно, бы свой ром-сет сюда закатать. Кирби? Где-то я видел Кирби, и мне показалось. Кирби 64, давайте Кирби запустим. Только не той кнопкой. Не забывайте, что для Nintendo 64 нужно указать ядро параллель N64. Тогда будет все получше. Что она спросила про способность Кирби делать копии? Если вы играли в Кирби, вы знаете, что он может всасывать врагов и копировать их способности. Так, управляется здесь уже дипадом, а не стиком. Так, могу прыгать. Нашел. Ага, вот. Окей, и стрелочкой вверх обычно было летать. Но здесь не летает. Ладно. Вот способность мы скопировали. Нас больше интересует, опять же, счетчик FPS. А не то, как я плохо играю. Ну, вроде бы в районе 60, да. Нормально. Хотя вот по ощущениям игра такая достаточно кисельная. То есть, может, она такая должна быть. Смотрите, вот это вот темное место, в котором вроде бы ничего нету. Мне кажется, здесь должен быть какой-то враг, нет? Которого я не вижу по какой-то причине. То есть, тень от него есть. А, может так и задумано. Опять же, я не знаток. Ром сета Nintendo 64, поэтому не скажу. Вот опять же, тень есть, да, а врага я не вижу. Поэтому можно сказать, что есть нюансики. Nintendo 64, и нужно смотреть каждую игру отдельно. Нельзя сказать однозначно, та игра, которая интересует вас, пойдет, либо нет. Ладно, выходим в меню. И ради спортивного интереса попробуем переназначить кнопки на геймпаде. Настроить контроллер. Да. Удерживаю кнопку. Так, геймпад вверх, вниз, влево, вправо. Старт, селект. Вот эти кнопки. Вы нажимаете так, как они написаны на джойстике. Если хотите, чтобы было перепутано, как было по умолчанию. Либо нажимаете так, как нарисовано. Если вы хотите глобально изменить настройки и не заморачиваться с настройками для каждого ядра в отдельности. Я нажимаю так, как было изначально. То есть, А, Б, Х, Игрик. В тех местах, где они находятся на контроллере. Л, R. Шифты я специально пропущу. Я попробую на один из шифтов повесить горячую кнопку, чтобы она ни с чем не пересекалась. Левый стик нажать, правый стик нажать. Левый стик вверх, вниз, влево, вправо. Вверх, вниз, влево, вправо. И на левую кнопку L2 я делаю хоткей. Вот эта вот хоткей должна быть на отдельной кнопке. Тогда есть вероятность, что все будет нормально. Давайте попробуем. На PSP, конечно же, мы попробуем. Последний шанс к геймпаду вызвать меню настроек PSP, потому что по-другому я не знаю. Если честно, не знаю, заработает либо нет, потому что с внешним геймпадом. Нет, я нажимаю триггер, ничего отдельно не работает. То есть, никакое сочетание с этим триггером не работает. Работает только на специальных геймпадах. Кстати, несмотря на то, что на комплектных геймпадах есть кнопка MODE, она тоже не работает. И этот кусок пришлось переозвучить, поскольку YouTube вырезал абсолютно все звуки, включая мой голос, из-за фоновой музыки из Fallout 4. Суть в чем. Так и не добившись запуска и открытия меню PSP со стокового геймпада, я решаю продемонстрировать работу эмулятора с геймпадом от Xbox 360. Для этого мне нужно включить Bluetooth-адаптер от 8BitDo, все это дело перезапустить и показать, как это работает. Вот перезапуск состоялся, я демонстрирую сам адаптер. Сейчас покажу, что геймпад сразу же определяется как контроллер от Xbox 360. И после того, как пойдет запуск самой GTA Vice City, звуки оригинальные вернутся. Привет, YouTube, спасибо за вашу модерацию. Верну вам телевизор. Вот здесь есть отдельная кнопка, она сейчас у меня как раз светится. При нажатии на эту отдельную кнопку запускается меню настроек для PlayStation Portable. То есть получается на стандартном геймпаде ничего нельзя на эту кнопку сделать. На вот такого рода геймпадах сделать можно. И открыв меню настроек RetroArch, не RetroArch, а эмулятора PlayStation Portable, перейдя в настройки, не ту кнопку нажал, перейдя в настройки, первое, что вы делаете, выбираете последний пункт меню, система, и меняется язык. У вас будет язык изначально не пойми какой. Запомните, что это первый пункт меню. Выбираете язык и выбираете английский, либо русский, какой вам больше нравится. Но самое главное, вы должны выбрать графику и вот здесь, пролистав вниз, переключить между 1xpsp и 2xpsp. Давайте включим 2xpsp и посмотрим, что поменяется. Мы включили Upscale. И посмотрим, как это повлияло на FPS в GTA Vice City Stories. FPS уже стало 20, хотя иногда и нормально с Upscale, то есть, видите, FPS заметно стало ниже. Но, вернувшись в меню, в настройки, в настройки системы, о, не настройки системы, извиняюсь, настройки графики, и выборов 1xpsp. Разрешение стало поменьше, но зато и игра пошла пободрее. К сожалению, еще раз повторюсь, на стандартных геймпадах сделать это не удалось никак. Выходим в меню. Нажатием горячей клавиши и клавиши старт. И на этом будем завершать. Спасибо. Итак, посмотрели мы с вами вот такое устройство, такой стик M33. Главное достоинство это цена, 2000 рублей всего. При этом идут все системы, актуальные, скажем так, на то время. Идет не Dente 64, худо-бедно. Идет PlayStation Portable некоторые игры. Но единственный минус заключается в том, чтобы зайти в меню PlayStation Portable, вам нужна кнопка Hot Cue, которой нету на стандартных вот таких вот геймпадах. Само устройство достаточно компактно, в распокупке вы видели. Единственный нюанс, что если вы захотите использовать вот такой адаптер, вам понадобится удлинитель, так как он просто-напросто заблокирует вход для питания, и вы не сможете подключить. Но опять же, используя обычный Bluetooth адаптер 8Bidu для ПК, вы сможете подключить абсолютно любой геймпад, будь то Xbox, будь то Switch, будь то DualSense, либо еще что-то. Даже если настройка не пройдет, то для геймпадов, на которых нет раскладки по умолчанию, сразу же открывается меню настроек геймпада, и вы это сделаете. Либо любой другой проводной геймпад. Но, опять же, хочу заметить, что вот этот геймпад, на котором я обычно играю, 8Bidu Ultimate проводной, он не определился никак. Возможно, его нужно как-то перевести в режим, там, не знаю, X-Input, хотя он вроде бы в нем находится, либо еще каким-то образом, сочетанием кнопок, перевести в другой режим, и он заработает. По крайней мере, я этим точно не занимался, и обещать, что он заработает, я тоже не могу. То же самое касается, наверное, Pro Controller 2, было бы интересно узнать, работает он или нет. Если у вас такой контроллер и стик есть, то напишите, заработал он, либо нет. Также, если вам удалось все-таки зайти в меню настроек со стандартного геймпада каким-то образом, меню настроек PlayStation Portable, я имею в виду, то тоже обязательно про это напишите, нам будет интересно. Ну, и на этом будем с вами заканчивать. До свидания, до встречи на трансляциях.